Но у нас остается с вами самый главный инструмент, это наше питание, потому что все необходимые вещества, в том числе, содержатся в продуктах питания, и уж базовые витамины и минералы мы всегда с вами сможем найти, например, тот же магний. Мы можем получить из минеральной воды, мы можем делать магниевые ванны, купить сульфат магния в аптеке. Всем привет, с вами Ксения Черная, и вы смотрите канал про здоровье. И сегодня мы поговорим про очень животрепещущую тему, что же делать, если наш любимый iHerb закроют. И здесь всегда очень много мифов, связанных с этим сайтом, многие вообще воспринимают, что iHerb это какие-то витамины, какая-то фирма, и можно зайти на этот волшебный сайт и взять там абсолютно все полезное, но это не так. И я всегда говорю о том, что iHerb это просто был и есть очень удобный онлайн-магазин, где есть огромный выбор и огромный ассортимент. Это не фирма, это не показатель качественных витаминов и нутрицептиков, это просто онлайн-площадка. Конечно, мы не будем говорить о том, что есть и будут всегда обходные пути, как можно сделать заказ. Сейчас служба рассылки Боксбери прислала инструкции, как это можно делать. Скорее всего, вы и через друзей в Казахстане сможете заказать необходимые нутрицептики, но я бы хотела поговорить с вами о другом. О том, что, во-первых, существуют различные сайты, различные магазины, где также можно брать нутрицептики. Большая часть нутрицептиков в том числе переехала на Wildberries и Ozone, если мы говорим о том, что вам критично необходимо взять именно эти витамины. Но здесь еще я бы хотела поговорить о том, что это не панацея, и что вообще-то нутрициология это наука о питании. Да, это наука о витаминах и минералах, которые содержатся в продуктах питания, а не о том, что мы принимаем извне. И наша основная задача и цель всегда была научиться составлять рацион таким образом, чтобы все необходимые питательные вещества вы получали через нутрицептики. И если мы возьмем работу нутрициолога, например, 6-7 лет назад, то ни о каких нутрицептиках речи вообще не шла. Мы работали исключительно с рационом питания. Да, конечно, с развитием производства нутрицептиков у нас появилось больше возможностей, у нас появилось больше ресурсов, и эти возможности в первую очередь связаны с сокращением срока восстановления здоровья. Но у нас остается с вами самый главный инструмент – это наше питание, потому что все необходимые вещества, в том числе, содержатся в продуктах питания, и уж базовые витамины и минералы мы всегда с вами сможем найти. Да, действительно, наш рынок гораздо уже, некачественных витаминов в плохих формах, с плохим составом у нас действительно больше. Именно поэтому я бы хотела сказать, что гораздо больший акцент уже сейчас вы должны делать все-таки на питании, на качественных продуктов. Вы должны тратить деньги не на продукты питания, где вы не понимаете, что это за состав, и будете переживать, что сейчас они пропадут с полок магазинов. Вы должны понимать, что качественные продукты, натуральные продукты, они будут всегда. Это понятные продукты, это понятная птица, рыба, мясо, это понятные овощи, понятные крупы и бобовые. Это те цельные продукты, на которые мы и должны в первую очередь тратить свои деньги. И я это знаю на 100%, мы постоянно говорим о том, что у нас есть онлайн школы, где обучаются различные ученицы, и у нас существует несколько тарифов обучения. Это тариф с сопровождением куратора по питанию и тариф с сопровождением куратора по питанию и нутрицептикам. И, конечно же, так как сопровождение только лишь по питанию стоит дешевле, то основная часть наших учеников и учениц учится на тарифе, который подразумевает только разбор питания и составление рациона на основании лабораторной диагностики. И эти же клиенты, да, у них чуть дольше срок восстановления здоровья, но они достигают точно таких же успехов и точно таких же результатов, как и те ученики, которые принимают нутрицептики. Еще раз повторюсь, нутрицептическая поддержка, она сокращает путь к вашей конечной точке, вашего восстановления здоровья, но это не замена питанию ни в коем случае. И сейчас, конечно же, многие пойдут скупать все витамины и минералы, и я всегда за то, что лучше вообще ничего не брать, чем брать что-то плохого качества. И для того, чтобы не тратить деньги зря, а в этом разбираться, нужно все-таки получать знания и получать информацию. Например, каждый наш ученик или ученица на нашей основной программе, даже 7 ключей к своему здоровью, получает бесплатный справочник по витаминам и минералам. Это толстая книжка из 60 страниц, которую составляла лично я, где перечислены правильные формы, прям с надписями форм витаминов и минералов. При этом симптомы, которые говорят о дефицитах, как мы можем восполнить эти дефициты с помощью продуктов питания. И если вы не можете восполнить с помощью продуктов питания, вы не можете съесть такое количество еды, то вы можете подключать нутрицептики, но в строго определенных формах, в строго определенном составе. И это важно понимать, чтобы себе не навредить. К сожалению, последние полтора года мы уже не проводим вебинары, как правильно выбирать витамины и минералы. Почему? Потому что после этих вебинаров идет массовая скупка всего, что только можно. А в рамках трехчасового вебинара, даже при всем моем желании, невозможно разобрать всю нутрицептическую поддержку. Поэтому мы всю эту информацию даем в рамках клуба нутрициологии. Там у вас будет возможность в течение полугода или даже года изучать всю информацию не быстро, не понимательно изучать все справочники, консультироваться постоянно с нутрициологом. И вы это можете делать либо полгода, либо год, в зависимости от тарифа в нашем клубе. Переходите по ссылке в описании к этому видео. И клуб нутрициологии это, наверное, лучшее, что можно было сделать за последние три месяца. В поддержку всем. Что-то я концовку не поняла. Клуб нутрициологии это лучшее, что можно было. Потому что они там находятся под сопровождением полгода или год. Мы же к этому пришли, мы же сейчас вообще мало продаем программ. Вот на 6-8 недель, как у тебя Юля проводила. Потому что это быстро с ограничением по домашним заданиям. А мы теперь переделывали их клуб. Туда тоже входит эта программа. Там нет ограничений по сдаче домашним заданиям. У тебя три консультации письменных с нутрициологом. И постоянные совместные сессии, совместные готовки. Каждый месяц сессия, вопрос-ответ. То есть там просто уже обучение полгода или год. Это в рамках клуба. Но вот есть те витамины и эмиралы, которые нельзя получить из еды. Тот же самый наш любимый витамин D. Внимание, вопрос. Может быть, ты порекомендуешь какие-то российские аналоги? Или вообще все, его не надо покупать? Слушай, я... Нет, его нужно будет покупать в любом случае. Так же, как и магний. И, например, мы можем купить, например, тот же магний. Мы можем получить из минеральной воды. Мы можем делать магниевые ванны, купить сульфат магния в аптеке. То есть есть обычные способы с помощью восполнения дефицитов. Существуют нутрицептики, которые продаются, еще раз повторюсь, на различных маркетплейсах. Сейчас которые мы можем купить. И в том числе есть отечественные производители. Есть компании, которые производят нутрицептики. Единственное, что я боюсь рекламировать конкретную фирму. Потому что через 2 недели они могут в состав запилить какое-то вещество, кроме холикальциферола. То есть, грубо говоря, в витамине D не должно быть никаких токсичных веществ в составе. А только, например, холикальциферол. Но максимум, например, состав капсулы. Если это капсула, да, либо какое-то там вещество-стабилизатор. Например. Но точно не подсластители, не сахарозаменители, не бензиловый спирт и так далее. Да, то, что содержится часто. Поэтому есть и отечественные производители, в том числе, без проблем. Но важно читать составы. А ты сама как к этой новости отнеслась, что вот их закроют? Слушай, Коль, я вообще спокойно отношусь ко всему. Потому что мы за последнее время пережили огромное количество блокировок. И покупать нельзя. Ну и плюс ты должен понимать, что у меня, например, ученики-клиенты со всего мира. Кто-то вообще, например, противник. И они говорят, вот я вот только то, что я могу купить в России. И так было всегда. И поэтому мы исходим из того, чем мы можем пользоваться. У меня есть клиенты, которые живут за границей. И они тоже не пользуются, например, ихерп. У них, например, есть ограничения по доставке. Поэтому я вообще ровно отношусь к этой информации. Потому что я знаю, что всегда есть выбор, всегда есть вариант. Но самое главное, то, что с нами остается, это наша еда. Поэтому не стоит переживать. Качественная работа нутрициолога вообще никак не связана с тем, что закрытый херп или открытый херп мы всегда можем подобрать какие-то замены. Либо взять что-то из еды для того, чтобы решить наши задачи. И в этом и заключается профессионализм нутрициолога. А в дальнейшем мы будем стараться освещать такие темы, которые непосредственно влияют на работу нутрициологов. Которые непосредственно влияют на жизнь обычных людей. И меняют наш привычный образ жизни. Поэтому подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить выход новых видео. С вами была Ксения Черная. И вы смотрели канал про здоровье. Единственный канал на YouTube, где мы говорим о здоровом питании не с точки зрения похудения, а с точки зрения восстановления здоровья. И не забывайте поставить лайк, потому что это очень сильно помогает продвигать наш канал.